Пошла запись, да? Так, вот так. Здравствуйте, друзья! Ну, в итоге у меня всё получилось и не получилось одновременно. Мы сейчас находимся в Польше, проходим обучение на КОД 95. Это обучение для того, чтобы я мог поехать работать в Европу. К сожалению, категорию CE я так и не смог открыть. Третий раз, да, мой был экзамен, я его опять провалил. Следующая, следующая, получается, через месяц, пересдача, я решил время не терять и поехать отучиться, может быть, попробовать найти работу по C-категории, там, либо по B. Ну, сначала отучиться, да? Сейчас на заднем фоне видите, да, я уже прошёл этот момент. Сегодня тренируем сцепку-расцепку. Сейчас ребята этим занимаются, у нас 7 человек в группе. Вот, на Мерседесе мы такому учимся. Первый раз я сел за руль такого автомобиля. Первые эмоции, конечно, очень необычно сидишь, очень высоко, очень большая машина. Поэтому ну, это что-то с чем-то. Пока это не очень передать словами. Есть небольшой страх, конечно, перед габаритами и перед массой данного автомобиля. Ну, я думаю, он скоро пройдёт. Плюс объясняют всё хорошо, грамотно. Думаю, всё будет хорошо. Вот, продолжаем учиться. Завтра у нас теоретические занятия. Ну, то есть вообще, на всей этой неделе должны быть теоретические занятия, а на следующей неделе уже более практические. Димон сейчас поедет первые свои метры на фурия. Я к своей, к сожалению, не заснял, но снимем, вон, как Димон поедет. Это тоже круто. Димон поедет. Пусть не останавливается, да? Другой ещё едет сам по себе, да? Надо немножко раньше его, наверное, пускать, да? Да, чётко. Проверяешь, палец, отгаление нахожусь. Вот. Пойдёт он сюда? Пойдёт? 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 По направлению прям посмотри, не бойся. Я предполагаю, что всяким шагом бежать. Валенами русские. Ну, так, вначале всё забыл, что нужно делать. Вот смотрел за Антоном, вроде бы, со стороны всё просто оказалось. Я просто удивлён твоим героизмом, честно говоря. Ну, вот так, посмотрите, я употел сперекуду. Ну, справился вроде как. Я не знаю, как со стороны смотрелось. Наверное, смешно, но как могу. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Вот уже прошла неделя с того момента, как я приехал в Польшу и начал проходить обучение здесь для того, чтобы работать водителем по Европе. За эту неделю у нас было четыре теоретических дня. Один практический и ещё один день мы ездили, получали, проходили, точнее, психологический тест. Ну, и типа проходили врачей. Точнее, за врачей мы просто получили бумагу и всё. А проходили только психологически. Прикольная штука, там нужно было ответить на вопросы, разгадать различные задачки, картинки, знаете, картинки и типа вставить недостающие. Всякие там загогулины. всё это задело там минут двадцать, наверное, от силы. И уже через неделю я получил вот уже свои бумаги, уже могу устраиваться на работу. Работу я нашёл, отправил уже бумаги свои, но у меня ещё неделя практики в автошколе. Поэтому пока делаются бумаги все у работодателя, я ещё спокойненько недельку попрактикуюсь на фуре. Хоть я на фуру свои водительские права не получил, буду работать по категории С, но на фуре всё равно попрактикуюсь, потому что я на ней никогда не ездил. Так, хотя бы попрактиковаться, понять вообще, что это такое, вообще смогу ли я справлюсь и буду ли я дальше всё-таки продолжать делать попытки открывать эту категорию и работать уже по ней. Если будет интересно про саму школу, напишите в комментариях. Пока я ещё здесь, я поснимаю вам материал про саму школу, где обучают на Код 95. Это в пригороде Варшавы находится. Это, сразу оговорюсь, не самая дешёвая школа. Вот, если для вас важно именно сделать это всё подешевле, потому что это достаточно дорого всё стоит, ну, по, скажем так, русским меркам, да, и поэтому, если для вас важно сделать всё подешевле, то это не ваш вариант. Здесь ценники повыше, но здесь обучают очень хорошо и теорию, и практику. Все ребята очень довольны. Сегодня воскресенье, занятий нет. В домике, где мы живём, довольно скучно. Так что, есть телевизор, есть интернет, но это, наверное, последний день, когда у меня есть возможность поехать, погулять по Варшаве. я решил воспользоваться этим моментом, потому что в пятницу я уже еду готовиться, и когда я окажусь в Варшаве, уже непонятно. Поэтому стараемся, используем по максимуму этот момент. Вот, сейчас там вам немножко поснимаю, ну, и вставлю, наверное, в конце, постараюсь под музычку сделать нарезку, если мне, конечно, позволят мой телефон, потому что айфон пришлось продать для того, чтобы оплатить обучение. Теперь снимаем вот на старенький Samsung. «Старенька» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Усиление по карантину, поэтому приходится по городу ходить в масках, иначе могут штрафануть Субтитры делал DimaTorzok 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 О, так получше Надеюсь, в ближайшее время я этот ролик смонтирую, вам выложу Вот, а на следующей неделе будет ролик тогда о практике на Код 95 Поснимаю вам более подробно, там какие-то упражнения, там что-нибудь расскажу Вот, так что подписывайтесь на канал, не переключайтесь До скорых встреч